До Нового года осталась еще неделя, а Дед Мороз уже успел побывать во многих поселениях Ленинского городского округа. В Витнам он пришел поздравить с наступающими праздниками юных подопечных районного отделения общества инвалидов. Мороз хоть и дедушка, но веселится и играть очень любит. На старт! Внимание! Давай! Праздничная игровая программа стала прелюдией к главному событию дня – вручению подарков. А их в этот день ребята получили немало. И это не только сладкие наборы, но и индивидуальные адресные подарки, собранные в ходе акции «Исполни детскую мечту». Мы тебя поздравляем с наступающим Новым годом. Мы тебе вот исполняем твою мечту. Ты же мечтал о таком мячике? Вот. Акция «Исполни детскую мечту» в муниципалитете проходит уже не первый год. На призыв стать волшебником откликаются самые разные люди. И органы местного самоуправления, бизнес-сообщества, руководители предприятий, организации принимают участие в этой акции. И мы им очень благодарны. Каждый ребенок написал письмо дедушке Морозу. И эти добрые отзывчивые люди исполнили их мечту. В этом году удалось исполнить мечты 45 ребятишек – подопечных районного отделения общества инвалидов. Леша Осташков очень любит музыку, поэтому попросил у Деда Мороза новые наушники. Мои уже старые ломаются, поэтому наушники выбрал. Большое спасибо за такие акции. Приятно. А вот юный шахматист Никита Малахов получил в подарок шахматы. Говорит, скоро очередной турнир, а дома тренироваться не на чем. Я очень рад, что он наконец-то получил домой шахмат. Всей стране спасибо, а Деду Морозу самое огромное спасибо. С Новым годом, всему городу и администрации. Очень здорово, замечательно. Спасибо за подарки. Подарки очень хорошие. Детки остались довольны. Спасибо отдельно Наталье Алексеевне Рящиной за такой праздник. Детям очень понравилось. Также ребята получили сладкие подарки от главы муниципалитета Алексея Спаскова и продуктовые наборы и настенные часы от общества инвалидов. Ведь стать волшебником очень просто. Достаточно захотеть исполнить чью-то заветную мечту. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видно.